всем привет добро пожаловать на мой канал у меня много поступило вопросов как я печатаю фотографии для travel с ноутбука в виде коллажа как у меня получается печатать разные форматы сегодня мы с вами поговорим на эту тему я расскажу какой программы я пользуюсь на какой бумаге печатаю и с помощью какого принтера у меня на канале уже есть видео как сделать фото в стиле instagram я показывал как я печатала в какого программы пользовалась но это было два года назад а сегодня мы поговорим не именно в стиле instagram да то есть не в стиле полароид а просто самые обычные фотографии также у меня есть на канале обзор и фото принтеров первый фотом принтер это у меня был эпсен или 132 он у меня остался в россии можете посмотреть прекрасный принтер советую замечательный сейчас я пользуюсь вот этим принтером это идти 2550 так за танк тоже прекрасный можете посмотреть как им пользоваться какие есть настройки как заливать краски и так далее но сегодня я еще раз тоже про него повторюсь вдруг кто не смотрел это видео если если что внизу под этим видео я оставлю ссылочки на все три этих видео давайте начнем самый главный вопрос в какой программе я это все делаю как поняли я делаю это в пикассо пикассо 3 это программа от google но к сожалению google перестал поддерживать эту программу он сказал что все закрыл больше не надо у нас есть другие программы но если вы хотите скачать именно эту программу то можно совершенно спокойно просто набираете в поисковике пикассо 3 скачать почему 3 потому что она последняя версия и начинаете смотреть а где вам удобнее всего скачать на windows или на ios могу порекомендовать вам вот эту ссылку также внизу оставлю она проверенная нажимает сюда последняя версия скачиваете все легко и просто и что мне нравится еще в этой программе то что вот с левой стороны есть папки и можно зайти в любую из них посмотреть фотографии найти или удалить отредактировать например вот здесь можно поставить что вам фотография понравилась а можно отправить ее можно сразу на печать можно ее уменьшить то есть достаточно к функционально но на очень простая то есть если вы конечно хотите что-то более такое замысловатой то вам подойдет photoshop но если вам надо сделать фотокоррекцию например все зайдем можно ее уменьшить можно выровнять убрать красные глаза сделать автокоррекцию либо автоматически либо например вот с помощью этих бегунков сами уже подбираете либо есть вот различные такие маски это очень удобно я пользуюсь основе всегда только ей я вам сейчас быстренько покажу как я тоже это делаю а потом мы с вами уже перейдем к лажам так сегодня мы с вами обработаем фотографии с одного летнего дня мы были в парке аттракционов наш один из самых любимых парков называется тинкер таун я вам про него уже говорила и вот что я делаю самые базовые вещи во первых я всегда кадрируем потому что фотографии конечно они вот как видите совершенно разного размера и вот канал нажимаете на кадрирование можно выбрать любой размер какой вам нужен можно также еще добавить пользовательское соотношение я всегда кадрирую 10 на 15 потому что это самый обычный размер чаще всего мы а именно печатаем в этом размере нажимаю на правую кнопку и вот он говорит где у нас будет 10 на 15 как надо будет правильно вырезать но предположим я хочу так я могу кстати повернуть чтобы мне первый ребенок был только один например вот так мне тоже нравится все ребенок у меня один а теперь я что можно сделать можно попробовать получится ли сделать автокоррекцию посмотрим особо ничего не получается делаем все отмену и переходим уже сами выравниваем я обычно выравниваю осветление немножечко затемняю и снова осветляю таким образом мне получается где-то нас темные вещи как остались таки остались это посветлее и так я прохожусь по всем фотографиям то есть у меня идет всегда кадрирование если я где-то завалила горизонта это выравнивание и вот гуляя с этим бегунками так мы проходимся по всем фотографиям и сразу смотрим если что-то не надо то мы удаляем поэтому сейчас за кадром я пройдусь по всем фотографиям и когда закончу редактирование мы с вами начнем их складывать в коллаже я отредактировал несколько фотографий и сейчас мы с вами их соберем в коллаж как их надо собирать в коллаж то есть я просто беру выбираю все фотографии обычно я отдельно собираю горизонтальные отдельно вертикально так как я сейчас в основном прошлась по вертикальным поэтому я их выбираю нажимаю зажимаю control и начинаю выбирать мне надо 9 фотографий почему 9 фотографий расскажу прям чуть чуть попозже после того как мы выбрали все фотографии мы нажимаем вот на эту кнопочку называется создать коллаж из фотографий здесь начинается самое интересное теперь мы смотрим что нас есть с левой стороны первое стопка фотографий то есть вот нас валяют стопки фотографии похоже на беспорядочные разбросанные фотографии для чего это делать для того чтобы вы потом могли сами подобрать размер какой вы хотите большой или маленький как-нибудь покрутить да и вот каждую фотографию поставить на листочек второе это автоматически подстраивается то есть он берет все фотографии идет кита больше какие-то меньше мне это не подходит следующая мозаика с рельефным центром внутри то есть нас будет какой-то центр и все сны фотографию будет как-то уменьшать весь он очень сильно подрезает какие-то больше какие-то вообще крохи смотрите маленькие я пользуюсь четвертым называется сетка и вот что у нас получается так я выбрал 9 фотографий и сейчас у меня горизонтальная как видите расположение он мне одну фотографию дублирует визику дублирует вот эту чтобы дубляжа не было мы смотрим на эти две кнопочки первое горизонтально вторая вертикально нажимаем на горизонтально и все у нас теперь появляется ровно 9 фотографии какие нам и нужны следующий момент я люблю чтобы у меня фотографии были с белым бордюрчиком то есть когда вы распечатать и будете разрезать у вас будет такая белая каемка называется шаг сетки вы начинаете вот так бегунок тащить и смотрите какой вы хотите себе чтобы у вас был вот этот ободочек большой или маленький я обычно делаю примерно вот такой все опять же вы смотрите как вам больше нравится как вам удобно если мы у нас будет вот так то примерно где-то по миллиметра два у нас будет с каждой стороны еще у нас есть размер обязательно смотрите на размер я печатаю в letter это похож формат на а4 только немножечко шире и немножечко пониже здесь а4 не продается продается именно вот такой размер я к нему уже привыкла потому что если вы будете делать например в размере letter а у вас бумага будет а4 да то следовательно у вас все это дело отрежется какой-нибудь край правый левый отрежется а снизу вас останется белая полоса вот в принципе это все что касается коллажа я вот так играюсь если вдруг у меня есть различные фотографии да то есть например я не могу отрезать 10 на 15 потому что у меня вот все находится фотографии и например не могу голову отрезать или ноги отрезать то тогда я уже возвращаюсь к стопке фотографий и начинаю сама подбирать нужный мне размер начинаю смотреть как мне лучше делаю побольше делаю поменьше вот я такой именно принцип показывала вам а видео как сделать полароид это очень удобно когда вам например сделать надо переделать вам кем серийной фотографии чтобы они были все одинаковые но при какую-то одну вы хотите добавить на обложку сделать ее большую вот вы играетесь еще вы заметите то здесь есть тени я обычно тени не люблю поэтому я их убираю здесь написано нарисовать тени я их убираю также можно еще показать подписи различные если у вас какие то есть подписи так у меня их нет а то нету вот принципе да возвращаемся к этому смотрим опять же смотрим если нам что-то не нравится например у ребенка нету здесь ног если вас это как-то волнует вы нажимаете на эту фотографию просмотреть и изменить вот вы на нее зашли если вам что-то не нравится вы можете снова ее как-то подрезать например как-нибудь вот так ее сделать или просто поменьше ее сделала да то есть смотрите применить возвращаетесь в калаш и смотрит что-нибудь изменилось или нет и так проходитесь по каждой если вам напер что-то не нравится вы хотите вообще удалить фотографию вы нажимаете не нажимаете удалить и возвращаете в библиотеку и смотрите какую бы вам фотографию подобрать вот в принципе и вся моя схема как я делаю коллаже следовательно если у вас есть например то есть если вы хотите давайте я закрою так отменить изменения если вы хотите сделать две фотографии у вас бумага 10 на 15 опять выбираете две фотографии нажимаете на коллаж смотрите ну как-то неудобненько до меняете положение делаете себе шаг сетки какой вы хотите и выбираете размер например я хочу 10 на 15 вот я хочу примерно вот так да то есть у вас на бумажке 10 на 15 распечататься такие фотографии а-ля под instagram снова возвращаемся к моему коллажу который я сейчас как раз буду печатать то есть понятно это самая обычная программа да то есть она вам здесь особо супер ничего не делает она просто может осветлить где-то затемнить вы можете подрезать и создать коллаж мне кажется это легче ничего не придумаешь нажимаете создать коллаж коллаж у вас создан и теперь можно поступить двумя способом можно нажать на печать вы также можете выбрать сначала размер то есть какого размера вы хотите чтобы у вас были фотографии именно на листе то есть не формат выбираете да а размер фотографии уже на листе также сжать или кадрировать настройки и так далее я через нее печатаю редко а я печатаю через программу epson который идет уже вместе с принтером она называется epson easy photo print в нее заходите выбираете свой коллаж или свои фотографии у вас появляется такое окошко в настройках вы можете выбрать свой размер обязательно смотрите потому что только бывает что вы можете сделать а в пикассо это вот у вас один размер да но если здесь будет другой то она будет печатать именно а по вот этим размером эта программа печатать только с полями 3 миллиметра поля к сожалению брать нельзя но меня это не волнует а как опять же я люблю вот этот белый ободочек и в принципе все если вам что-то не нравится вы можете скорректировать изображение но я здесь этим не пользуюсь лет у меня есть программа пикассо нажимаете на печать и печатайте печатаю я на двух бумажках первое это кодек она у нас продает здесь везде и волмартах еще во всех магазинах стоит на совершенно недорого здесь 50 листов и 145 грамм для меня это идеальная толщина потому что я печатаю в основном только для travels ноутбуков а там желательно чтобы не было ничего супер такого плотного и толстого мне нравится также я еще печатаю и на вот такой бумажки называется декс тоже много раз говорила он продается только в россии здесь не найти поэтому иногда мне присылают но у меня вот еще есть запасы следовательно есть и маленький размер например 10 на 15 есть и большие а4 а также у декс есть еще бумажка на клеевой основе я и тоже кстати часто пользуюсь еще момент печатаю сном только именно на матовые потому что опять же миновато больше нравится не оставляет никаких следов и легче приклеивать легче разглаживать легче а штамповки делать как я сказала печатаю я на epson и ти 2550 я уже загрузила бумажку и теперь качество печати меня устраивает все меня устраивает пользуюсь я уже больше чем два года поэтому если хотите подробнее посмотреть то еще раз повторюсь я внизу оставлю ссылочки а как его печатает по скорости мне тоже нравится есть три здесь варианта это эконом средняя на хорошее качество и супер ультра на супер ультра он печатает очень долго у меня среднее качество и где-то в районе полторы минуты где так печатает и вот такие фотографии получаются мне нравится цветокоррекция мне нравится качество какой цвет на компьютере такой получается и в жизни при печати потому что вы знаете на экране это одно а про распечатки совершенно другое и вот про который бордюр говорила как видите справа наставляет еще три миллиметра это именно принтер оставляет и вот что мы оставили и давайте покажу как выглядит фотографии вот такого размера в тревел с ноутбуке страничка в тревеле и вот столько занимает фотография такой небольшой белый бордюр чик мне кажется вот такой размер идеально если вы хотите чтобы максимально было все видно опять же если вы распечатайте больше дату больше уже не влезет особенно если это будет горизонтальная фотография если вертикальный то выглядит вот так как раз получается ровно две фотографии на страницу ну конечно можно распечатать и поменьше вот здесь у меня если там распечатали 9 то вот такие фотографии маленькие это 12 уже фотографий на листочек все это дело видно не надо с лупой там смотреть все хорошо но и качество не знаю мне качество очень очень нравится смотрите все отлично видно и на этом буду заканчивать свое видео если вдруг остались какие-то вопросы то обязательно мне их пишите я постаралась максимально рассказать где печатаю как и печатаю на чем я печатаю и показать свои работы да то есть и показать как фотографии выглядят в работах именно в travel с ноутбуке если подводить итоги то мне все нравится пикассо это идеально для меня сейчас программа чтобы быстро отредактировать скорректировать фотографии а мой принтер мне тоже супер нравится другой бы я не хотела и также под тем видео где я делала обзор вы можете прочитать спустя два года как он себя ведет знаете чем он мне еще нравится что я где-то пять месяцев на нем вообще ничего не печатала и у него не засохла головку вообще то есть ничего не случилось он просто быстренько себя проверил сказал что все хорошо ни одна краска не засохла и он снова заработал и это было просто супер неожиданно потому что я была уверена что там уже все засохло пересохло и надо бы что-то еще другое делать краски краски тоже достаточно экономной первой краски у меня были эпсонские оригинальные которые продавались вместе с принтером у меня эти принтер с снпч что мне кажется супер вообще удобно первых хватило примерно на год я печатаю много фотографий печатаю много фотографий поэтому мне кажется достаточно экономно а второе вторая заливка была уже это не оригинальные но подходит который под этот принтер покупал я их на амазоне и честно скажу разницы я вообще не заметила все так же хорошо печатает принтер уже получать полтора года на них и ничего не поломалось поэтому мне кажется миф что только надо оригинальными заправляться они оригинально не надо мне кажется надо просто понимать что вы покупаете где вы покупаете и не заказывать в коми шарашкиной конторе да а именно тем производителем которым вы верите все на этом буду с вами прощаться еще раз если есть вопросы обязательно не пишите сюда под этим видео или в инстаграме или в группе вконтакте я стараюсь всем всем отвечать на этом буду с вами прощаться спасибо что были со мной что посмотрели это видео и увидимся с вами скоро до скорой встречи пока пока